Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 19 августа, Святая Церковь. В этот день, прославляя Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа, празднует Его пресветлое преображение на горе Фавор. Господь, взяв с собой трёх ближайших учеников, близость к Богу зависит не от внешнего. Господь прозирает внутреннее. Так бывает, что человек внешне может быть и симпатичен, и приятен для светского мирского общения. А внутри, как Господь однажды сказал фарисеям, полон всякой нечистоты. И наоборот, внешне не складе, не козист, а внутреннее человека, мило Богу, его душевные качества. Именно за ней Господь к себе приближает. Ну, а точнее, человек приближается к Богу, своим внутренним. Верой, любовью, надеждой. Возвёл Господь учеников на гору Фаворы, преобразился пред ними. Одежды его стали белы, как снег, как белильщик на земле не может выбелить. И явились ему беседующие Моисей и Илья о исходе Его. Пётр, потрясённый этим видением, воскликнул Господи, «Хорошо нам здесь быть. Сотворим трясение. Тебе, Моисею и Илье». И, как евангелист замечает, «не ведал бы, что говорил». То есть был в некотором иступлении, изумлении. То есть вышел из своего привычного состояния. «Я велась облако, покрыла гору, и был глаз, сей есть Сын Мой, возлюбленный, в Котором моё благоволение». Ученики в страхе упали ниц, и не смели поднять главы. Господь подошёл к ним, прикоснулся, «Встаньте, пойдёмте». Они восклонились и уже не увидели никого, кроме Иисуса. И Он запретил им говорить о том, что они видели, пока Он не воскреснет из мёртвых. Вот такое событие мы сегодня празднуем. событие, которое прежде славы Божьей в Его воскресении указывает на Его божество, на то, что Царствие Небесное, которое в силе, оно всегда было со Христом. «Ученики пришли в особое состояние. Як уже в мещаху ученики славу Его видели. Да когда Его узрят распинаемым, уразумеют Его вольное страдание. И всему миру проповедят, яко Христос воистину Отчие в сиянии». И видение Моисея и Ильи тоже было сверхъестественным, потому что, ну как они узнали, что Моисей и Илья? Тогда же не было ни фотографий, ни портретов. Духом, святым, Господь открыл им эту тайну. И говорили они не о тайнах Царствия Небесного, а говорили об исходе Его, о том, что надлежит Ему много пострадать и предану быти, и оставлену учениками, и распиту в третий день воскреснуть. Слушайте, як уже вмещаху, как может человек видеть славу Божью? В чем тайна нашего сообщения с Богом? В Боге? Но Он вчера и днесь, и во веки тот же, Бог, Он неизменен по Своей природе. Следовательно, Его слава, она всегда с Ним. В нас, наверное, в нашем состоянии, которое или приближает нас к Богу, или удаляет от Бога. «Чистые сердцем Бога узрят», говорит заповедь блаженства, которая указывает нам одной из ступеней восхождения к Царству Небесному. Значит, одна из духовных задач — это очистить свое сердце от всяких скверных плоти и Духа. Но сердце очищает Господь. Он, Царь Небесный, приходит и вселяется в нас и очищает от всяких скверных. Но что-то ведь и от человека зависит. Человеку очень важно Богу засвидетельствовать, доказать, что он это хочет. Он хочет быть христианином, а не казаться им. Каким образом? Ну, конечно, делами. Теми делами, без которых вера мертва есть. Многие люди, они признают существование Бога. И, наверное, нет фактически таких людей, которые бы были абсолютно пусты в этом смысле. И хоть они порой и бравируют тем, что они атеисты, но как только возникает угроза их жизни или здоровью, или серьезное потрясение, человек невольно обращается к небу, к Богу и ищет помощи, поддержки, забывая про свои стереотипы, стереотипы, шаблоны, про свое атеистическое сознание. Люди знают, что есть Бог, но далеко не каждый человек это ставит во главу своего угла, не ставит целью, смыслом и центром своей жизни. Вспоминая про Бога, но когда гром грянет, когда тревога придет, тогда Бога. А так по жизни у человека совершенно другие интересы, ценности, приоритеты не ко Христу и не со Христом. А верующий человек, он все, что не делает, ест, пьет или иное, что совершает, он старается делать во славу Божию, ищет любой возможности приблизиться ко Христу. выражая свою веру делами. Вот одно из важнейших дел, в котором мы сейчас все с вами находимся, это период Успенского поста. Мы готовимся к дню рождения Пресвятой Богородицы в вечную жизнь, к ее святому успению. Готовимся и чтим Божью Матерь тем, что неленостно и решительно идем этим путем. Пост очень важное средство, инструмент для очищения своей души от греха. Пророк Божий Давид говорит, постом смирял душу мою, и молитва в недра моя возвратилась. Парадокс. Постится тело, смиряется душа. Хотя на самом деле все закономерно. Душа в теле, состояние тела влияет на душу, и тело испытывает воздержание. И это обязательно отражается на душе, душа смиряется, а смиренной душе Господь подает благодать. Путь к преображению, к видению Бога, это путь через смирение. Смирився и спаси мя Господь. Благо мне, яко смирил мяиси, восклицает Давид, Божий пророк. Не пренебрегайте, дорогие мои, возможностью смириться. Ведь Господь нас избрал, как он говорит, не вы меня избрали, а я вас избрал. Избрал тех, кто в себе ощутил призыв жить по-христиански, для кого Евангелие стала конституцией жизни, для кого литургия стала центром его встречи с Богом, для кого молитва, не пустой звук. это все требует усилий, решимости и любви к Богу. Но таковых не так много, которые живут по-христиански, они именуются христианами. И избранничество Божье зависит, ну, конечно, не от ума, потому что в мире за пределами церкви есть много умных, даже более умных людей, не за красоту Господь избрал, не за статус в обществе, не за богатство и не за благородство. Господь избрал, то есть позвал, а мы откликнулись, ради потенциальной возможности тех, кто захочет стать учеником Христовым, последовать за Христом. Возможности делать так, как он делал. Я вам дал пример, чтобы и вы так поступали. И кто из вас быть хочет большим, будь всем слугой. Кто хочет быть первым, поработи себя всем. И вот эта возможность смириться, она есть только у христиан, тех, которые живут в сообщении со Христом, потому что это его свойства. Он кроток и смирен, и он может научить этому. Не упускайте возможности уступить дорогу, даже если ты едешь на большой красивой машине, пропусти, ничего страшного, в три секунды не произойдет, но в этом ты смиришься. Прикуси язык, когда хочется оправдаться или упрекнуть, или сделать замечание. Не обижайся, когда тебе говорят правду. Ну, это правда, что ты жалкий грешник. И такой, и другой со стороны виднее. Зачем? Достойно по грехам своим приемлем. Я еще и хуже, чем вы думаете, потому что вы это смотрите снаружи, а я изнутри себя знаю лучше всех вас. И те малые пороки, которые видятся извне, но их на самом деле гораздо больше. Что обижаться, если делают замечания или выговаривают? Не упускайте, дорогие мои, возможность остаться сазади, не вперед, не права качать, как однажды апостол воскликнул. Откуда у вас споры и распри? Не лучше ли вам всегда оставаться обиженными? Ну, конечно, лучше, потому что в этом случае утешителем является Господь. Он дает то, что никакие права, никакая справедливость, никакая наглость человеку не может дать. Можно добиться какой-то маленькой земной человеческой справедливости, но потерять мир сердца, потерять жизнь с Богом, потому что вне сердечного мира невозможно быть в общении со Христом. И шаг за шагом, день за днем, приобретая смирение, мы приобретаем возможность раскрыть внутри себя Царствие Божье, потому что Божья благодать, она подается смиренно. Это все прекрасный день, дорогие мои. Подумаем об этой нашей ежедневной многократной возможности приближаться по миллиметрику, но все-таки к цели нашей жизни, к встрече со Христом, к Царству Небесному. Помогай нам всем, Господь! КОНЕЦ